Продолжение следует... Первые два раунда мы пропустили. Ну давайте, давайте поглядим за этим матчапом. Команды действительно сильны. Энтропик, конечно, в конце прошлого сезона. Так, 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 по звуку веселье продолжается. Секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья, пока что по звуку какая-то происходит непонятная ситуация. Мы пытаемся его исправить, насколько это возможно, с нашей стороны. Ну и, конечно же, со стороны наших коллег, которые дают нам этот замечательный сигнал. Что ж, по счету пока что 3-0. Энтропики впереди. Кстати, отдали первые три раунда. Но это ничего, это всего лишь старт. Друзья, Мираж у нас выбрали. Энтропик, это удобная для них карта. Вертиго взяли экстатик, в свою очередь. Так, и я так понимаю, что со звуком все равно какая-то непотребщина продолжается. Ну ничего, друзья. Вы вспомните, как мейджор начинался. Вы вспомните. Так, давайте пока что все-таки пытаемся пофиксить все это дело. Есть неполадки. Можете пасту, кстати, с мажора сюда заспамить. Будет точно так же. Но ничего, это действительно случается. А мы пока продолжаем смотреть. Лучше пока что так, друзья. Да, давайте. Я так вижу, что Энтропик собирается выйти под точку B. У них единственное, что есть Форестер под Аплентом в качестве люркера. И, возможно, он сейчас встретит игрока под ямой. Берфом Скай пытается найти чужую голову, но ему не удается это сделать. Форестер, кстати, вскрывает Манкс на Апленте. И на базе B тоже получается провести неплохую такую вылазку. Можно теперь установить бомбу и, в принципе, брать очередной раунд в свои руки. Самая главная задача для Энтропик это найти Волфи и выбить его АВП. Что, в принципе, получается сделать у коллектива Энтропик. Ну, это, конечно же, для Энтропик хорошая новость. Итак, Лаким выходит у нас на топ-мид. Три игрока отправились под базу B и, как обычно, один люркер под Аплентом. В принципе, Энтропик сейчас делают свой дефолт. Для них это... На Мираже излюбленное дело. Да и зачем что-то менять? Зачем что-то менять, если оно получается? Первый фулл закуп, фактически, можно сказать. Ой, кстати, появилось 4 М-ки плюс 1 АВИК. Но вот отсутствие гранат, конечно, сильно-сильно омрачает вообще все это действо. Дафу на Эдварде плюс игрок на базе B. Играют дабло и также дабла в коннекторе. Волфи проверяет топ-мид. Волфи ждет своего оппонента, видит гранату и понимает, что сейчас будет открытие. Эллиан делает отличный щелчок и Волфи уже на этой карте нет. Обновляют дым на окно. И как мы видим, атака ретируется под направление Аплента. И в целом экстатик могут даже задуматься о сейве. Ну, либо, знаете, там застакать какую-нибудь точку, а если не угадают, то идти на сейв. Но вот сейчас Фэшер сводит ситуацию к размену, а дальше он погибает. Ну все, экстатиком, наверное, надо идти сейвить. Позиции нет, они в меньшинстве, да и гранат для какого-то выбивания полноценного тоже не хватает. Надо просто уходить и искать счастье уже в следующем раунде. Продолжают наши коллеги из-за рубежа фиксить звук. Ну и пока что это не очень быстро получается. Друзья, это первый матч турнира. Такое иногда случается, такое действительно иногда происходит. Ничего страшного. Эти технические неполадки, я думаю, что быстро будут упразднены. А мы с вами получим удовольствие от просмотра матча. Я, кстати, хотел вам напомнить, что это, ну можно сказать, тир-1 турнир. И здесь состав участников просто завораживает. Астралис, К-23, Экстатик, Энтропик, Гамбиты были сюда также приглашены. Плюс кого еще не назвал. Биайджи, Экстра Солт. И вот кого-то я подзабыл. Еще буквально одну команду. А, ну и конечно же Фнатик. Фнатик, друзья. Но после такого перерыва посмотреть за подобными матчами, это просто одно сплошное удовольствие. Потому что в начале января у нас была только Академия, но сейчас, так сказать, взрослый Counter-Strike. Лаки получает первый урон по себе, а Birth from Sky и вовсе лишился своей жизни. Размен по краду. Никельбэк контратакует направление Аплэнта. Бомба лежит под ямой. И, кстати, вы посмотрите на позиционку, которая есть уже у игрока коллектива Энтропик. Капитаныч заходит вперед, заходит джангл, делает килл, дафу на размене. Равенство пока что сохраняется, но равенство очень шаткое, как мне кажется. И вроде бы, с точки зрения позиции, у Энтропик есть преимущество. У них занята плент, сейчас они будут ставить бомбу. Смог лежит в коннекторе. Единственное, что джангл тяжело пройти Элиану. Ну все, он прошел на сити, точнее на дефолт. А Форестер прикрывает ему сити. Бомбу пока что поставить не удается. Энтропики ждут. А нам решили клинфит обновить. И на том большое спасибо. Так, пока что мы получаем только черный квадрат Малевича. Но я думаю, что картинка нам вернется. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Да, друзья, пока что нам клинфиты обновляют. Я вот пока что вывел себя, раз уж такое дело, раз у нас черный кран. Давайте хоть я с вами пока что поговорю. Да, мы пытаемся восстановить сигнал. Не получается почему-то это сделать. Есть какие-то действительно проблемы и по звуку, и по... Ну, по звуку в основном проблема была. Остальное-то, в принципе, нас никак не тревожило. И вроде как клинфит работает, но... Но звука нет. Странное дело. Странное абсолютно. Сейчас будем ждать, когда решится проблемка. Я на плотной связи с организаторами. И вот, соответственно, они сейчас устраняют все неполадки. Продолжение следует... Так, друзья, вроде как все восстановилось, и все должно быть в порядке прямо сейчас. В любом случае, будем на это надеяться. Друзья, подскажите, все ли хорошо по картинке прямо сейчас? Надеюсь, что никаких неполадок вы не видите. Норм, отлично, все, я рад, рад этой новости. А это значит, что мы можем смотреть, наконец-то, матч без каких-либо проблем. Это безумно. Это просто счастье какое-то. Ну что, дафу, забирает Фурестера. Никельбэк. Минус делает по Уволфе. Крат находит размин по Манксу. И вот она ситуация 3 в 2. Энтропик вновь в большинстве. Вновь у них все хорошо, и в принципе все получается. Так, есть еще и разминчик по краду. 2 в 2. Что по бомбе? Бомба у нас на базе Б все это время находилась, но прямо сейчас Бёрфом Скай проштрафил Элиана. И Никельбэк теперь должен тащить этот раунд для своей команды. Но ничего страшного не произойдет, если он его проиграет. Все-таки один раунд отдать можно. Мы тут не на 16-0 играем. Нет у нас такой задачи. Никельбэк. Так, чекать бы ковры. Но там уже за бэксайд уже прошли. Уже на Форесте соперник. Никельбэк. Нет, к сожалению, он думал, что... Экстатик взяли такую паузу, чтобы обойти его через бэк ковры. Ну, тут надо было угадывать. Никельбэк пытался это сделать, но не угадал. Что ж, это первый раунд для датской команды. Условно датской, да, конечно. Там есть Фешер, голландец. Есть Волфи. Представитель одновременно, причем США и Швеция. У него двойное гражданство. Но все-таки мы считаем, что Экстатик это больше датская команда. Так, никельбэк. Дефолтный молик на коннектор. Дабы не было никаких пропиков. Ну, как обычный тропик делает свой дефолт. Четко, выверено. Как Дмитрий Богданов учил. Крад, кстати... Нет, он не видел модельку Волфи, там незаметно было. Это нам иногда кажется из-за подсветки Крад. Делает уже первый килл в этом раунде. Экстатик как-то выглядит потерянный. Я не знаю, что с ним происходит. Но пока что нам завезли только одну команду. Форестер обходит через ковры. Три его тиммейта. Ну, он весь раунд, в принципе, там просидел. Крад по-прежнему действует. Поудалит свои команды. Ну и, как мы сейчас с вами можем видеть, планируется заход на базу. А, есть раскид полноценную энтропик для того, чтобы это сделать. Молик под ковры Волфи не побоялся пикнуть рампы, хотя ему никто ковры не чекал. Но он все-таки сделал. Провел эту агрессию. Да, фу, еще один разменчик. И энтропики немножко засуетились. Они стоят, и они ведь даже не знают о позиции Манкса. А эта позиционка может сейчас сыграть. И, ой-ой-ой, как? Элиан по-прежнему контролирует Сити. 18 секунд времени. Они все ждут, когда Крад зайдет через коннектор. Крад, нужен этот килл. Да, и он делает его. Волфи, вновь размен. Вновь разменная операция. Волфи по-прежнему действует через Сити. Он увольняет еще и Крада. А теперь находит и Форестера. И это уже 8-2. Да, и Кстатик берут второй. Наконец-то, наконец-то. Я уж испугался, что, может быть, Кстатик взяли только один. И дальше энтропики продолжат свое давление. Но все-таки, Кстатик, ну, как-то начинают, да, просыпаться понемногу. Два ВП-вы, Кстатик. Манкс и Волфи. Плюс три Сайленсера. По закупу нет никаких проблем. Но деньги все-таки последние. Волфи. Так, там какой-то ванвейчик просматривает миддл. Три игрока энтропик уже находятся под коном. Четвертый действует через Кэт Волк и пятый на яме. Ну, очевидно, конечно, какой вектор энтропик выбрали. Разменчик по головам. Есть еще килл от Манкса. И немало урона по себе впитывает Крат. У него осталось всего лишь 7 хп. По словам, что он должен пикать сейчас Сити. Он это делает. Тут Манкс, а как же не разменивается-то? Не попадает он. Этот килл делает Волфи. И по-прежнему большинство сохраняется за экстатик. И это большинство, ну, не то, что сохраняется. Оно только укрепляется. Ведь Даффу пикнул через позицию джангл. Элион один в три. Да, мы, конечно, конечно, мы с вами знаем, что Элион может такие раунды тащить. Но сделать это будет, ой, как непросто. 40 секунд времени. И, кстати, денег не очень много у энтропик. Поэтому можно задуматься о сейве. Абсолютно не зазорное решение. Ну, Элион остался на китчене. Так, Даффу пойдет проверять кухоньку. Нет, Даффу отошел. И я так понимаю, что в этом раунде мы больше контактов с вами никаких не встретим. Этот раунд пройдет безобидно. Точнее, его завершение. Да. Далой оружие называется. Ну, или прощай оружие, если уж цитировать зарубежную классику. Что ж, кстати, набирают обороты. Три раунда есть. И экономика энтропик уже начинает трещать. У Форестера мало денег. У Элиона вообще нет, но он засейвил девайс, поэтому на этот раунд ему так много денег и не понадобится. У Крада, например, 3100 осталось. Ну, благо, хоть есть деньги на дроп. От Форестера. И, в общем-то, еще раз закупиться получится. Как раз, чтобы распределить свои ресурсы экономические верно, энтропики поставили тайм-аут. Ну, и наверняка сейчас Дмитрий Хучбогданов накинул им пару хороших идей о том, как провести уже 12-й раунд на карте Дэмираж. Бёрфом Скай. Так, я так понимаю, что он идет под базу Б. Возможно, мы увидим даже буст. На бортик. Но нет. Элион распикивает яму, ждет первой агрессии. И, кстати, Кижи действует аккуратно. Работает вкратчиво. И, кстати, на центр карты они вообще никакого акцента не делают. Они полностью отдают мид. Энтропики уже могли бы подсадиться в окошко. Ну, если бы они, конечно, знали. Если бы у них вот эта мини-карта была такая же, как и у нас. Лаки. Открытие на сэндвич. Здесь не ожидал такой прыти Фешер. Он погибает. Макс на размене. Волфи на лоу хп. Радует его только то, что это авик. И, по сути, у авика не так важно количество хп. Крат и Форестер делают еще по киллу. И, кстати, в два авика идут на закономерный сейв. Но увлекательнейшее занятие. Которое называется 50 секунд сейва. Что ж, это девятый раунд для Энтропик. И даже если сейчас Энтропики отдадут все раунды подряд, то счет будет 9-6. А это за атаку на Мираже довольно-таки неплохо. Но что-то мне подсказывает, что Энтропики не будут отдавать три раунда к ряду. Мне кажется, они продолжат свое давление. В любом случае, предпосылки к этому есть. Энтропик не идут на выбивание. У самих пока финансов мало. Поэтому... Надо, надо пока что свое сохранить. А вот в следующем раунде, если будет точно такая же ситуация, уже можно будет пойти на выбивание. Это уже будет оправдано. Бомба взрывается. И вот мы видим с вами еще одно табло. Друзья, по Пикабану давайте еще раз пройдемся. Энтропики взяли Мираж. Вертига — это выбор коллектива Экстатик. И третий у нас Даст-2. Пока что Экстатик не выглядит как команда, которая дойдет до Даст-2. Но опять-таки, да, это пик Энтропик. И на нем они хороши. Я даже не знаю. Энтропик вчера проиграли... Я забыл какой... А, АГФ в команде. Они вчера проиграли АГФ с учетом 2-0. И было ощущение, что Энтропик... Ну... Не проснулись, что ли? Не вернулись с новогодних каникул. Но, по-моему, это все те же старые добрые... Наши парни. Манкс! Стреляет в упор в яме в дымы. Лаки его сразу прошивает по звуку. Никельбека потеряли. Ой-ой-ой, за фаером Бёрдфом Скай еле-еле живет. И еще успевает сделать один килл. Какой же красавчик он сделал. Просто максимум работы со своей позиции. На больше рассчитывать нельзя было. Дафу пикнул через лавочку. Потеряли Волфи. И по-прежнему Энтропик сохраняет свое преимущество в одного человека. Эллиан распикивает джангл. И именно там и оказался Дафу. Он попал на снайперский прицел. И Энтропик вышли уже на двузначный счет. Нам показывает повторчик. Да, Бёрдфом Скай, конечно, был здесь хорош. За фаером. Один хп. Наводится. Но забавно, знаете что? Что он все время с хп забирал красных игроков. То есть он забирал тех, у кого хп вообще нет. Это, конечно, мелочи жизни. Но иногда этот нюанс тоже решает исход раунда. Ну и кстати, к ней осталось денег. Приходится покупать. Онли деглы. Ни один из этих деглов уже падает. Волфи нашел Форестера. Никельбэк обходит. Никельбэк не отпусть. Не дает он Волфи законтролить этот калаш. Ни шанс врагу это называется. Дополнительный килл от Никельбэка. Ну понятно, что это простой раунд. Что он легко должен уходить Энтропик. Они играют внимательно. Это не та команда, которая побежит, там что-то наобум будет делать. Нет. Энтропик ответственно подходит к таким моментам. Всего лишь две потери, но это никого не печалит. Опять-таки, раунд-то у нас в первой половине последний. Друзья, если по... Вы там что-то пишете по лагам. Да, действительно, есть некоторые трудности. Но в перерыве между картами мы их обязательно пофиксим. Так, вновь реплейчик. Здесь. Для Никельбэка это дефолтная работенка. Фэшер. Прыгает в Андерфорестер. Все видел. Видел он эту шалость. Сказал Краду. Крад, лови его, лови. Крад поймал. Правда, Волфи подловил Элиана. Но ничего страшного, ведь Энтропик опять вышли вперед. Опять они впереди по живой силе. Я, честно говоря, даже не помню раунды, когда бы Экстатик были по этому показателю впереди. Лаки. Еще и Бёршм Скайя подрезал. Тут спиной Пикл Мидл. Больше акцентировал свое внимание на Андере. И как показала практика, он ошибся. А Энтропики тем временем заняли базу Б. Стягивают туда бомбу. Не стали Китчен занимать. Ну, я думаю, что и без этой упорной позиции у них все и так хорошо. Опа, подождите. Это был шашлык, кстати. Просто Лаки повезло, что он не погиб. И через Б ковры идет Манкс. Да, еще в спину, конечно, заходит Нигельбэк. Но подождите, Манкс. Манкс. Одного нашел. Тут красный Лаки в фунте. Нигельбэк не добивает Волфи. Манкс. Минус Лаки. А можно теперь дефать пачку. А Дифус Китов нет. И, кстати, хотят сначала добить Никельбэка. Никельбэк бежит. Убегает. Уворачивается от пуль. Как в фильме особо опасен. Никельбэк. Видит, что его пикают. Время. Ну все, скорее всего, времени нет. Да, Никельбэк будет танцевать. Просто танцор Никельбэк. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Как же Никельбэк замансил своего оппонента. И, кстати, отдали этот раунд. Хотя было полное ощущение, что они его сейчас заберут. Ну, в теории все звучало просто. Да, Волфи. Чекай Китчен, я диффужу бомбу. Это цитата от Манкса, конечно. Но это все в теории. Никельбэк имел все шансы перестрелять сначала одного, а потом поймать на диффузии другого. Так что непростой момент. Непростой. И вот сыграло роль именно отсутствие диффуз-китов. Энтропики. Купили пять арморов, никаких китов. Интересно. А экстатики, один набор гранат все-таки приобрели. Смачок и молек у них есть. Крат. Головы чужие не ловят, а вот свою поймал как надо. А тут смачок-то с зазором огромным. Лаки и Никельбэк через этот зазор делают уже два килла. Никельбэк. Сел с голов продолжит свое давление. Отличный. Отличный и важный килл от Форестера. По даку. Готтнскай все еще борется в пленсе. Ну, недолго длилась его борьба. Манкс. Манкс. Кстати, соперники-то битые. И можно этот травм потащить. И нужно его тащить. И Манкс делает это. И это пистолетка для экстатик. Вот после этого можно тащить. Если бы пистолетку отдали, шансов было бы... Ой, как мало! Ну, а теперь появляется хотя бы инициатива. Во второй половине. Ну, и, конечно, экстатик должны быть благодарны своему Рифлеру. Манксу. Энтропик. Зафорсились. Ну, в принципе, счет позволяет. Форсится. Почему бы и нет? Даже если сейчас они отдают этот. И отдают следующий, потому что будет экономический. Счет будет 12-6. И по-прежнему преимущество будет серьезным. Фэшер. Распикивать пока что. Шорт Энтропик. Укрепили базу Б. И всего лишь одного крада оставили. Так. Эллиан говорит, я тебя вижу. А ты меня? Я думал, что там залетел бодрый прострел. ХП на 60. Но там, я так понял, сняло только 26, да? Это же Дафу был. Верно? Происходит стяжка под Аплэнд. Энтропики тоже. Тоже решили произвести ротацию. Чувствую, чувствую своего оппонента. Размен на центре карты. Форестер. Делает еще один килл. Очень важный. Надо теперь сместиться. И самое главное выжить. И он это делает. И еще и вешает волфи. Какой же ты красавчик, Форестер. Игра у этого парня сегодня идет. Айда ушел. Но надо продолжать. Преимущество есть. Его наработали. Теперь нужно его реализовать. Дафу. Находит Никельбека. Так. Аккуратненько готов распикивать уже головы. Элиан. Икстатик. Отыгрывает этот клатч крайне агрессивно. Манкс. Дефус китов нет, поэтому... Икстатик этот раунд уже должны добирать. Да. Шансов не было. Икстатик делали все четко. Собирали информацию по оппоненту. А когда ее собрали, держали в напряжении и пикнули в нужный тайминг. 5.12. Сейчас мы увидим экономически, а вот дальше уже будет полноценный закуп. Там-то и посмотрим, кто сильнее. Оу! Элиан! Так. Понял. Я все понял. Ну, здесь ванвейчик. Подождите, а это Энтропик Молик кидали в окно? Или... Или это Экстатик бросили такой дым с зазором? Просто я что-то не верю, что у Энтропик был Молик. Есть еще один килл от Лаки. Да, на Молик бы вряд ли тратились. Я абсолютно солидарен с чатом. Видимо, это Экстатик ошиблись. И бросили такой смачок с зазором. Манкс. Вышел через яму. Он действует один. Могут и его здесь подловить. Начинает его распикивать с двух сторон. Да. Нашли Манкс. Это плюс. Автомат Калашникова. Экстатик. По центру карты смещаются на шорт. У них есть смачок для изоляции. И они бегут. Там Никельбэк начинает шить, но он не попадает. Форестер с Юспом. Защищай Плэнт. Но нет. Не получается. Это была невозможная задача. А тут Лаки еще один хэдшот. И пришел Никельбэк на размен своего тиммейта. Это 13.5. Энтропики забирают экономический раунд. Это, конечно, не фулл эко. У них там были какие-то деглы. Но в любом случае. Экстатики сейчас подзалили то, что они не имели права отдавать. Ни в коем случае. Если вы хотите вернуться на карте Дэмми Раш. Но вы должны экономически выигрывать. А как иначе? Хочется спросить. Но если отдавать такое, то шанс на камбэк, конечно, будет стремиться к нулю. Экстатики прописывают тайм-аут. Насколько я понимаю, первый тайм-аут от них. До этого Энтропики только писали тайм-аут. А нет, подождите. Я путаю. Три из четырех уже. Просто тайм-ауты настолько быстро проходят, что я, честно говоря, даже не замечаю. А, ну и, наверное, в первой половине. Использовали, кстати, свои паузы. Но мы их с вами пропустили. Элион уходит в окно. У него есть любимый Magic Stick. Элион готовит молек за боксы. А там, как мы видим, никого нет. На всякий случай, лаки прошивает. Мало ли что. Форестер на бенче. Плюс пришел Элион. А, Элион пришел просто, чтобы бросить смачок или нет? Нет, он остался в кухне. И также есть еще игрок в районе шарта. Ну, Элион, понятно, это авик. Он должен смещаться. Он должен работать по карте. Вот он, собственно, и бегает. И по какой-то причине Энтропик решили, что это Аплэнд. Но, по-моему, Никельбек сейчас, подпушив яму, собрал инфу, что это вряд ли Аплэнд. Кстати. Играют очень душно в этом раунде. Они не дают о себе информации. Хотя Энтропик должны догадываться. Так. Элион. Есть попадание по фэшеру, но только на 13 хп. Там через две текстуры залетело. Элион. Элион. Нужны фраги через дым. Энтропик отдали окно, но были готовы контролировать джангл. Оставили лаки. Для этой задачи Форестер. С позиции Фореста. Отыгрывает на 2 килла. Дальше он теряет свою жизнь. А нет. Форестер только один фраг сделал. Это Лаки пришел. Я даже не заметил, как здесь Лаки подсобил. Да, фу? Последний из своей команды. Это квадрокилл от Лаки. Энтропики. Садятся. Садятся на Феррари и едут уже ко второй карте. Карте Девертига. На своем пике они просто ошеломительные. Их... Я не знаю, что нужно сделать, чтобы их сместить. Прямо сейчас, чтобы их переиграть. Пока что они переигрывают и уничтожают. Экстатик закупаются. Но, понятно, делать экономически, отдавать 15-е, это уже дело гиблое. Хотя на Диглах, на Мактенах обыгрывать Энтропик тоже не звучит, как что-то дельное. Крат. Выходит первый килл. Крат. Патроны заканчиваются. Он на головах. Крат. Попадание есть. Довольно плотное. Форестер. Форестер. Играет только на один килл. И посмотрите-ка, размены равные получаются. Но по ХП ситуация печальная для экстатики. Сейчас они еще и потеряли Манкса и Фешера. И только один Беррфом Скай. С Диглом. Без армора. Один в три. Ну что, Беррф? Птица с неба. Пока что в небесах только флешки. Ну а сам Беррфом Скай нет. Он не парит. Он прибит к земле. Вот так вот немножко метафорично это звучит. Но что поделать? Такова жизнь. Все именно так и выглядело. 15-5. Преимущество в 10 раундов. На моей памяти только в Virtus.pro делали подобный камбэк. И то со счета 15-3 на карте Dust2 за сторону КТ еще до обновления. Здесь вряд ли. Вряд ли, кстати, что-то подобное провернут. Просто нет предпосылок к этому. Элен? Есть попадание. Есть контакт. Слушайте, Энтропикам еще и везет в таких моментах. Но если им еще и благоволит сопутствует удача, в каких шансах мы вообще говорим с вами. Последний Волфи. И Волчка укусили за бачок. Крат сделал финальный килл. И это счет 16-5, дорогие друзья. Ну, поздравляем Энтропик. Но. Подождите. Есть еще вторая карта. Вертига. Это выбор экстатик. И третий, если понадобится Dust2. Что ж, меня пока что радует наши ребята. Вот вчера действительно было сомнение по поводу их игровой формы. Потому что они проиграли коллективу, который на бумаге гораздо слабее, чем они. Но все-таки сегодня они показывают, что у них высок класс игры. Высок уровень подготовки. И что, видимо, вчерашний матч был, ну, скорее исключением из правил, что ли. Какой-то ошибкой. Что ж, у нас сейчас будет небольшая пауза. А потом, друзья, мы с вами вернемся в этот матч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Что ж, друзья, я пока что вернулся все-таки в эфир. С вами пока что поговорю. Можем чатик с вами вместе также почитать. Думаю, что будет интересно. Давайте покоммуницируем немножко. Так, я вижу, что наши зрители радуются. Это не везение, пишут, а выстрел по таймингу. Ну, разумеется, разумеется. Когда ты так в смог попадаешь по таймингу, это уж нельзя прям сказать везение. Это чуйка, это ощущение. Это тоже мастерство снайпера. Не будем уж все списывать на госпожу удачу. Есть там и место действительно скилу. Так, я пока что читаю чат. Какой счет? Давайте скажем так. Разгромный. 16-5. 16-5 был счет. Так, и нам показывают повторы. Но раз у нас повторы, то можно перейти на них. Друзья, сразу скажу, что после этого матча у нас будет еще и матчап К-23 против Астралис. И на этот матч я просто, ну, я рекомендую всем прийти на этот матч. Прийти всем на этот матч и посмотреть его, потому что это действительно очень интересно. Посмотреть, как молодые наши парни будут отыгрывать против, ну, грандов мирового контр-страйка. Это действительно заруба, которая достойна вашего внимания. Ну, а пока небольшая пауза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 С одного уголочка DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 на рукав. Тут уже Берфом Скай начинает его поливать. Но нет достоверной информации, где находятся кстатики, потому что те захолодились немножко. Но теперь уже становится очевидно, куда они идут. Дым в дефолт. Дым справа от дефолта. И можно захотеть ставить бомбу. Элиан! Элиан почти добил Волфи. Совсем немного ему не хватило. Чтобы его перестрелять, у Волфи осталось 13 хп. Ну а три игрока коллектива Энтропик будут просто сейвить свои диглы. У Лаки, кстати, нет арморы. Ну ладно, дигл тоже приятно будет засейвить, чтобы в следующем раунде не щеголять с голыми ее спами. террористы победили. что ж, удачное начало за атаку от Экстатик. Хорошая была пистолетка. Вкратчивый антифорс раунд. Ну и сейчас они также уверенно и безошибочно должны привести антиэко. На Мираже они допускали кучу ошибок. Они даже проиграли один антиэко. Но здесь, я думаю, они этого допускать не будут. Волфи. Откидывает молик. Гарфом Скайк. С Мактеном уже бежит на перерез. Всем событиям. Фэшер. Фэшер. Уворачивается спиной от всех пуль Фурестера. Ну, кроме одной, конечно. Одна пуля все-таки Фэшера настигла. Навели немножко шороха под рампой. Но в минус это никак не конвертировалось. Ой-ой-ой, Никельбек. Дропнулся со своего тиммейта. Это дополнительная инфа о том, что готовился буст. Поэтому Фэшер начал сюда шить. Беспощадно крат. Делает еще один килл. Первый килл сделал Фэшер. А второй в этом раунде нашел уже крат. Ну и здесь он сложил свою голову. Сложил свой меч. Нам показывали, как Лаки беззаботно гуляет по базе Б. У него там вообще никакой активности. Здесь замесы происходят. Здесь перестрелки. Какие-то молики, смоки, хаешки. Прострелы через ДМ и там просто Лаки. В стиле Панасенкова такой гуляет. Но у него была своя задача контролировать базу Б. И он с ней справлялся. Что ж, сейчас вот эта пистолетная серия подходит к концу. И мы увидим полноценный закуп от Энтропик. Но если Энтропики проиграют следующий раунд, то проблемы начнутся уже серьезные. Фэшер. Да ладно, с рампы прошил Лаки. Это было хорошо. Залетает техническая пауза. Трудно сказать пока что, с чем она связана. А, одному из игроков нужно перезагрузить игру. В общем, что-то лагает. Что-то лагает у них. И вот, как мы видим, вышел Фэшер. Да, из лобби. Будем его ждать. Будем ждать, когда он вернется. Друзья, вы, кстати, не забывайте, что этот турнир с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Первое место из 8 команд. Кто займет, получит 200 тысяч. Точнее, 150. Второе место получают 50 тысяч долларов. Третье, четвертое место по 15. И вот все остальные с 5 по 8 по 5 тысяч долларов. Вот такое вот распределение призов. В основном, конечно, делается упор на первое место. То есть, ну, фактически, первое место забирает весь куш, можно сказать. Все самое сладкое. Согласитесь, этот отрыв между первым и вторым местом, он значительен. Так что ни одна команда не приехала, точнее, не зашла на сервер просто так. Просто так побегать, пострелять. Нет, нет, нет. Я думаю, что такой щедрый призовой фонд является мотивацией абсолютно для каждой команды, которая принимает участие на этом турнире. И даже для Астралис. И даже для Гамбит, которые, по сути, в своем послуженном списке имеют уже кучу турниров. Кучу наград, кучу регалий. Ну и опять-таки, первый турнир в 2022 году выиграть, ой, как хочется. Эллиан. Распикивает центр карты. Волфи. Проверяет рампы. Форест у нас находится на цементе. Крат! Отставил ноги. И теперь он еле ходит. Опа! Дабл нейт под Эллиана. Красиво отыгрывает экстатик. Использует свои фишки. Чувствуется, да, сразу, что это их пик. Есть какие-то идеи, какие-то прострелы заученные. Заученные хаешечки. Пиксели хорошо знают. Сразу видно, это их карты. Так. Давайте же дальше посмотрим. Минута раунда уже позади. И в скором времени экстатик должны будут переходить к активным действиям. У Кра достался один хп. Один. Всего один. Это я хотел сказать. Может быть с Эллианом поменяться девайсами? Потом посмотрел на хп Эллиана и понял, что это безрезультатно. Что в этом нет никакого резона. Фэшер. Так, смачок. Полетел от тиммейта, чтобы Никельбеку было удобнее туда отыгрывать. Ой, какой тайминг! Никельбек! Буквально доли секунды! Да, есть размены, но все равно размены плюсовые для экстатик. И еще Крад плюс Эллиан красный. И они так и остались битыми. Ведь в Counter-Strike нельзя хилиться, как мы все с вами знаем. Это вам не Валорант. Бомба устанавливается. Эллиан шьет дефолт, но игрок экстатик ставил немножко правее от дефолта. И все попытки Эллиана прострелить бомбера, они канули в лету. Три игрока ушли на сейв под точку Б. Крад, Лаки, Эллиан. Ну что ж, им есть, что сейвить, им есть. Действительно, что в следующем раунде потом использовать. Но тайминг ужасающий просто произошел. Стоит Никельбек, стоит где-то 50 секунд, смотрит на этот рукав. Ну реально, 50 секунд втыкает в него, ждет, контролирует. И потом только убирает прицел, открывается соперник. Ну что, ну как это? Итак, энтропики вновь прописывают тайм-аут. Хотя почему вновь? До этого этим занимались экстатик обычно. Обычный экстатик брали. Энтропики за весь мираж дали только один тайм-аут за сторону атаки при счете 8-3. Когда буквально на секунду показалось, что экстатики могут закомбетчить. И в том раунде энтропики распределили оружие, договорились, что они будут делать. Взяли девятый, ну а дальше все пошло-поехало. Собственно, вы, я думаю, эту карту видели. И видели ее завершение. Крад. Откидывает ХАЕшечку. К оппоненту, но ХАЕшка своего героя не нашла. А вот пуля Эллиана нашла Берфрам Ская. Еще и бомба выбита. Бомба выбита. И теперь нужно потратить некоторое время, чтобы ее поднять. Ну ладно, с этим справляется у нас. Кто там, дафу. А и кстати, к свою очередь, навязали размен. Под рампой. Форестера оставили на цементе. Никельбэк пошел в свой излюбленный рукав. И, вероятно, экстатик смещаются под базу Б. Они около коннектора сейчас. Все тусуются. Волфи под Б. Так, да, пошли. Лаки. Первого, второго. Лаки, может быть еще и третьего. Лаки! Нет, на третьего буквально немножко не хватило. Но 40 хп он ему оставил. Тут уже работенка для Эллиана. 40 секунд времени. Соперники битые. И так много осталось сделать, чтобы этот раунд довести до логического завершения. Фэшн перестреливает Эллиана. Никельбэк под флеш-тиммейта. Отпикивает снайпера. И последний Волфи. Волфи бесшумно дропается с этого ящика. Волфи играет за смоком. Так, чекает спину. 20 секунд. Два соперника. Волфи. Открывается первого перестреливания. Выживает, да ладно? Я уже подумал в какую-то секунду, что сейчас Волфи отвесит хэдшот. И, может быть, раунд еще и уйдет экстатиком. Но нет, справляется. Форестер. Делает он свой килл. Делает он размен. И это было очень и очень важно. Но только один игрок у Энтропик выжил. А это значит, что защита сейчас будет с очень слабой экономикой. Надо брать целую серию, чтобы сейчас камбэчить. Начало карты пока что не задалось. Чтобы перехватить инициативу, надо брать серию. Но это и понимает Энтропик, конечно. Храд вновь получил урон первый. Опять он пошел через кран пикать. И что-то незаконное по нему залетело. Обновляется дым под рампой. Манкс ожидает всевозможных подпушей с базы Б. Но там только один Лаки, и он пушить точно не пойдет. Активные действия от защиты можно ждать только под рампой на базе А. Энтропики слышали, что прошили Фэшера. Никельбэк знает. Никельбэк. Хочет его обойти. Коварный Никельбэк! Да ладно! Нет, все-таки добил. Добил красного Фэшера. Но свою жизнь потерял. Я уже в какой-то момент подумал, что сейчас Никельбэк не успеет сделать этот килл. Там все решалось буквально на последних долях секунды. Навели дым на рукаве. Форестер. Так. А у Форестера есть чем откинуть? Да, у него есть смачок. Если вдруг Молик сюда залетит, то он себя засейвит. Лаки под Б делает килл. По люркеру. Открылся Форестер. Буквально чуть-чуть. Чуть-чуть страйфанулся. Его сразу забрали. Тут размен на рукаве. Еще и Крад с АВКом работает. Дафу знает, что тут где-то красный АВП. Делает по нему килл. И, кстати, Крад попал. 15-й хэповый Дафу против 34-х хэпового Лаки. Кто? Кого? Лаки у нас обходят через... Через рампы. И по таймингу в скором времени должны... Он должен считать это Дафу. Но нет, он заходил спиной в рукав. И погиб. Лаки сейвит этот раунд для своей команды. Ему еще говорят, ты киты подбери. 400 баксов на дороге не валяются. Мародерят тут Лаки по полной. Собирает весь хабар, который только можно. И уносит его в следующий раунд. 2-4. Тропики берут раунды, но какой ценой? Они дали сейчас поставить бомбу. У них остался в живых только один игрок. И так два раунда подряд. Все на тоненького. Все на тоненького. Порестер. Отдает дефолтный смок на рампы. Элиан опять получает хаешки, но... Элиан, наученный горьким опытом, встал подальше. Чтобы эти хаешки его не коснулись. Крад. Сквозь дымы, возможно через какую-то ванвей. Раздобыл опен. Волфи жаждет... За тиммейта отомстить. Элиан. Так. Так, так, так. С тиммейтом они. Вместе эту работу выполняют. Совместная работа по уничтожению Бёрфом Ская. Бэк. Прыгает за цементом, но он подставляется. Хотя, казалось бы, очень безопасно отыгрывает. Но вот так вот. Против этих экстатик. И вот только что было преимущество, а ситуация уже по живой силе равная. А БХП даже преимущество у экстатик. Элиан. Элиан против. А ну вон все с моего аплента, говорит Элиан. Как же он уничтожает это квадрокилл. От снайпера Энтропик. Он просто всех смел с этой точки. Никому не дал зайти. И что очень важно, у Энтропик выжило три игрока. Это значит, что экономика понемногу начинает расти. Это, конечно же, хорошая новость. Вот он Элиан. Вот он Повтор. Выговорит, бегите, бегите на меня. Я готов. На все 100, а то и 200%. Прописали тайм-аут. Экс-Люнгби-Викингс. Возможно, кто-то не помнит, но раньше экстатик именно так и назывались. И вот этот, знаете, нордический характер, дух викингов по-прежнему в них жив. Хотя почему-то его мы с вами на миража не увидели. Два Кафорс вот атаким. Так, ну... Абузка Ешек продолжается. Если у их статик есть граната, они ее бросят именно так. Никельбэк решил отойти поглубже, дабы не подставиться. Там еще можно так подставиться, что М-ку соперники подберут. И потом мало ли что начнется. Всякое бывает. Итак, сплит точки Б. Здесь два опорника. Уже один остался. Лаки не читался. Лаки. Отрабатывает только на один килл, а дальше следует размен. Крад сделал три фрага. Его сейчас забрали. Манкс. Манкс может такое потащить. Единственная проблема в его ситуации, это то, что пачка лежит под присмотром коллектива Энтропик. Манкс проверяет лево. Но нет, Форестер. Высоко сижу. Далеко гляжу, говорит. Видел он, как ползет Манкс. И без проблем его перестрелял. Манкс боялся за левый, вот этот упорный, знаете, угол. За левую стенку. Хотел ее сначала, видимо, прочекать. А вот позицию Гардена оставил без внимания. Волфи. Бэк-авры. О, бэк-авры, говорю. С миража оставил. Бэрампы. Получили первые пощечины у нас игроки на сервере. У Дафу 16 хп, у Элена 9. Дафу. Теперь мы видим, как эта хэшка бросается. Никельбэк зашел слишком далеко. Как мы с вами видим, и вот у них, кстати, есть преимущество, которое необходимо конвертировать во взятый раунд. Лаки. Отдает позицию. Крат. Так, проверяет. Аккуратнее здесь нужно прыгать. Мы знаем, как Волфи умеет ловить. Кстати, на шифтах очень тихо. Идут по точку А. На контакт. На контакт. И это, видимо, не самое лучшее решение. Форестер! Как этот хэдшот залетел? И по флешку последнего Дафу увольняет все тот же Форестер. Ох уж этот лесник. Всех порубил. Все елочки тут подсобрал. Да, и кстати, просто не знают, что им делать. А ведь начиналось-то. А ведь начиналось-то красиво. Со счета 4-0. И 5 подряд. От чешской организации. И, конечно же, СНГшной команды. Ну, красиво. Форестер уволил вообще всех, кого только нужно было. И включаются, знаете, разные игроки. То Эллион со своим квадрокиллом. Сейчас вот Форестер сделал трипл. Лаки на базе Б тоже надежно отстаивает свои права. Включаются разные игроки. И разные имена. И это, конечно же, замечательно. Нет такого, что кто-то один за всю команду отрабатывает. Нет. И еще раз нет. За спецназ играет именно коллектив. Эллион! Так. СВП. Отчекивает рампы. Там Верфон Скай прошел уже очень далеко. О, и Верфон Скай погибает. Через дымы та же участь настигла Эллион. Держите вам Хаешку, товарищ Манкс. Правой кнопкой мыши. Кстати, Хаешка снесла 44 хп. Так, Манкс там спрятал голову в песок. Форестер. Замечает Фешера. Несмотря на то, что это 2к байк, очень активно Интропик идут на сближение на этот файл. Подождите. А ситуация-то уже 2 в 2. У Волфи есть АВП. А Волфи это профильный снайпер коллектива Экстатик. Если сейчас не хилбека заберет, то все будет плохо. Нет, хилбека просто так. Не заберешь. Спасает, спасает капитан свою команду. В этом моменте начали немножко... лишнего, наверное, агрессировать. Вот в этом моменте. Все-таки не стоит забывать, что у соперника просто... обычный 2к форс. Эта ситуация могла закончиться крайне печально. Для спецназа, если бы не Никель. Так, Никельбек играет в одно большое ухо. Слушает, где оппоненты. И дает оперативную информацию по карте своим тиммейтам. Но под рампой точно есть игроки. Никельбек это сообщил. И как мы с вами видим по радару, там три игрока. Один контролирует центр, картовый экстатик, и один под базой Б. Как обычно, стандартная расстановка. Тут удивляться не приходится. Крат. Доджет флешки. Перезанимает рампы. Очень агрессивно играет. Смог заканчивается! Там два игрока, он стреляет прямо между ними. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вот так и случилось с крадом. Дафу. Очень долго контролил мид, а сейчас смещается к тиммейтам. Ну и, кстати, есть преимущество, поэтому можно в целом и пойти в лобовую атаку. Да, никельбек. Это преимущество сводит на мяк. Манкс. Манкс. Возвращает. Статус большинства. Коллективы экстатик. Фешер и никельбек. Важнейшая дуэль. Никельбек. Просто идет и срубает эту голову, но дальше следует размен лаки через дымы двоих забирает. Дафу последнее. Время заканчивается. А что же это такое? Что же это такое происходит? Да ладно. Элиан все-таки забирает бомб кэрри. Раунд берется и что-то с клинфидом, видимо, от напряжения он не выдержал. Он просто не выдержал от того, что происходит у нас в этом раунде. Продолжение следует... Так, друзья. Это был Майнкрафт-режим. Не знаю, что происходит. Так, там пытаются, видимо, на той стороне решить проблему. Трудно сказать. Трудно сказать, друзья, с чем связана эта проблема. Но нет, это не на нашей стороне, это, к сожалению, с клинфидом связан. Майнкрафт-режим и тк-тк-тк-тк-так- тк-тк-так-tк-тк-тк-тк. Так, или он у нас остался Один в три Да, он Делает еще один килл на отходе Но мы понимаем, что таймер бомбы Не позволяет ему Никак побороться за этот раунд Надо просто уходить на сейф Кажется, с клинфидом все нормально Итак, первый раунд Спустя семь отданных от экстатик Ну, наконец-то они справились И вот она Вот она экономика в контр-страйке Во всей красе Энтропики брали семь к ряду Отдали один И у них нет денег Удивительно, но это работает именно так Лаки По точке бэм Что-то на открытие Своих соперников Редко к нему ходят Очень редко Это как опора бэ на мираже Редко А если пришли, то делаешь только два килла И все А здесь ни одного килла не сделал Лаки Под развивающийся дым Отыграл Манкс И открыл дорогу для всей своей команды Ну все, Энтропики в целом могут идти на сейф За раунд здесь не поборешься А вот засейвить на следующий То, что есть сейчас У спецназа хотелось бы Тем более Эллен сможет дать дроп У него 350 Ну а там Никельбек, например, сыграет на МПшке Он же все равно около рукава отыгрывает Эллен Так, идут на выбивание Слушайте, кстати У вас у самих денег нет Денег нема А вы идете куда? Ну ладно Это их решение Они Сами в ответе за него Но если честно, я удивлен Потому что у Манкса, например, 2900 всего Как же сильно они хотели выбить авик Эллена Но по итогу потеряли два гана Так Спецназ распределяет ресурсы И что мы видим? Ну слушайте, закуп-то примерно такой же, как и был Опять две Эмки Лаки Решил пробежаться На ноже, видимо, в лифты хотел быстро залететь Но как-то не залетел Скорее залетело по нему Энтропики быстро потеряли своего игрока Волфи Продолжает контролировать центр Дафу теперь опасается, что кто-то мог все-таки в лифты пройти Эллен Сидит на рампен В это время экстатик штурмует мидл Но по сути здесь они нашли первый фраг И они предполагают, что здесь Должно быть Здесь должна быть слабая зона В обороне Энтропик На самом деле так и есть Потому что тут только один крат, у которого дигл Крат На молике не подгорел, не подкоптился Значит, эфы по нему нет Экстатик Но что они делают? Они не идут Они делают вид, что это фейк Очень аккуратный экстатик А времени-то все меньше и меньше Крат Уже начинают переживать, что это аплэн Крат Полупозиции Крат Очень опасный момент Надо находить хотя бы один килл Не получается это сделать на базе Б Два опорника Никельбэк Первого забрал Пошел вперед На сближение Форестера тоже перестреливают И теперь точка Б принадлежит коллективу экстатик Они могут заходить и спокойно ставить бомбу На шестой, на пятой секунде Очень медленный раунд Играли душно максимальный экстатик Там Крат уже реально сидел и не понимал Это фейк, что ли? Надо идти на А, Эллену помогать Или что вообще делать? Из-за этой спешки Ну, из-за этого мандража Из-за этой нервотрепки Собственно, экстатик Легко забрали Крат Но после этого раунд уже был Фактически у них в кармане Нужно было только все довести до Логического завершения Ну, воспользоваться, так сказать, своим преимуществом 7-7 Вот такой вот счет Эллиана не стали искать Слишком яро Знаем мы Как Эллиан может на сейве Всех уработать Я бы его выбивать тоже не пошел Итак, происходит раздроп 4 эски Есть какой-то минимальный набор раскида Ну, два наборчика есть, да? У Крада и у Эллиана И, конечно же, АВП В то время у экстатик 5 калашей Эллиан 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 Из-за того, что они на двух этажах стояли Я не заметил Его присутствие Форестер Куча флешек залетает под него Но все равно Он находит свои киллы Да ладно, Форестер еще и второму Поставил хэдшот Какой же важный килл Форестер Ну какой же ты красавчик Вот играет максимально надежно Хоть этот Запрыг на ящик Смотрелся как самоубийство Но он успел найти один килл Если бы он его не нашел Была бы ситуация 2 в 2 И чем черт не шутит Могли бы Экстатик забрать 8 раунд И выиграть первую половину Но пока что выигрывает первую половину Энтропик Вот он повтор Да, это ключевой момент Этого раунда Поэтому спасибо тем, кто подготовил этот реплейчик Они Сделали акценты Верно Верно их расставили Энтропик 2 смака 1 флешка и морик Экстатик также есть раскид 1 смачок и 2 флешки Так, Волфи Смачок таки ултимейт Волфи теперь под него работает Оу, Волфи, минус 2, крат отвечает тем же самым, тоже дабл килом, Фешер Минус лайки, тут и Фешер ультует И последний Форестер на базе бэк Он играл как люркер Думал, сейчас кому-нибудь в спину Как зайду, как всех убью, но команда полегла слишком быстро Форестер Понимает, кстати, по таймингам, что Форестер, наверное, через спину обходит Все, заметил, Фешер, есть инфа Внимательно доигрывают Датчане этот раунд Датчане и один голландец 8-8 Сравнялись мы по счету Но, скорее всего, кстати, получат инициативу в свои руки Все-таки у них сейчас есть М-очки, ФАМАС, МП-шка, в то время как у Атаки Либо Форс, либо Фулл Эко Ну, даже не сказать, что это Фулл Эко Кто-то купил себе Диггл П-250 Ну, ладно, все-таки будем относить этот закуп Именно к экономическому К этому разряду Элиан Пошел с П-250 Искать своих вражин Диггл стреляет на рампе Лаки за глаком там, байтит Чтобы кто-нибудь открылся на Элиана И тот с П-250 раздал Быстро отсекли крадом Ну, это простейший раунд для защиты Не должно быть никаких проблем И, кстати, конечно, проигрывали экономически Ну, анти-эко На Мираже Но здесь они себе этого не позволят Я абсолютно в этом убежден Фешер С тиммейтом прожимает рукав Если что-то пойдет не так То сыграют Сразу же на разменчик Да, фу Начинается забег на точку Форест раздегла Отвесила одну голову Но это В общем-то Единственный килл Который нашли Игроки атаки Ну, а теперь будет полноценный запад Калаши Минимальный набор раскидов Вторые арморы Вот что там по раскиду есть? Давайте посмотрим вместе Три смокам Два молика Одна флешка И Никельбек думает Что нужно? Что нужнее? Один молик Один смог Или две флешки? И сделай решение Что две флешки тут важнее Лаги Так, вот база Б На рампе происходит Первый какой-то экшен Ну, это такой Дефолтный Дефолтный экшен На первом тайминге Прострелы через смоки Так, заметил Эллиан Своего оппонента Который Смещался из дефолта Вглубь плента Эллиан почти его наказал Но чуть-чуть не считается Как мы знаем Начинается открытие Так, Манкс Все же отдал свою жизнь Ой-ой-ой Эллиан стреляется сразу со всеми Один против всех Форестер Клач эпизод Что ж, нужно солировать Нужно опять своей команде Брать важные раунды Форестер Подходит под Гардиан первого забрал Ой-ой-ой Какая суматоха Начинается Два игрока Друг по другу Попасть не могут Напряжение на пределе Надо хотя бы поставить Бомбу, может быть У Фишера осталось Он Он сгорает Своё молики Боже мой Какой кошмар Форестер Набил его До 16 хп И потом Он сгорел Своё молики Ой-ой-ой-ой-ой Форестер Ну что за клач Что за клач Это было красиво Покажите нам Повтор, пожалуйста Форестер взял Один из ключевых Раундов Для своей команды Вот он попадает По нему И дальше Сгорает в огне Какая беда Какая беда С коллективом И кстати Случается Но я говорю Удачи сегодня На стороне Энтропик Энтропики Чаще дают Всякие фраги Через дымы Чаще ловят Тайминги Как мне кажется Ну и вот это тоже Этот раунд Не исключение Ну ладно Госпожа Удача решила Теперь улыбнуться Фешеру Фешер прошил Конечно Дефолтный Уголочек Поэтому опять-таки Это не стопроцентная Удача Это понимание игры В том числе Манкс Под базой Б У него тут одна МПшка Есть тиммейт На ХЛП Это Волфи Но он далеко А нет Не Волфи Подождите Это Дафу Он на Гардиане Подсадку делают Там так Знатно пошумел Один из игроков Энтропик Что Манкс Это мог слышать Еще кто-то топнул Да топ Это копыт Пыль по пыль Летит Начинается заход Лаким Нескрывающий килл Второго перестрелять Не удалось Сколько же урона Впитывают Нападающая сторона Крат Уже в спину Уже в спину Заходит Все тот же Волфи И это Десятый для Экстатик Экономики Практически не было Экстатик Это был закуп На последние финансы Там одна М-ку Кот 5-7 ЦЗ Что-то такое МПшки Но они справляются Против калашей И переворачивают Ситуацию Энтропик Не могут позволить Себе закупиться У них нет денег Вообще На нормальный закуп Даже на какой-то Адекватный Форс И они решают Сделать Экономически Дафу Уже Нашел Килл Собираются Энтропик Под точкой Б Лаки уже Запрыгнул Ножку его Его ножку Видели Поэтому Забрасывают Всем чем только Можно Лаки Упал Лаки Разбился Только что Если что Здесь Всевозможные Суициды Там Они не отмечаются Не отмечаются В киллфиде Но если только Ты себя Смолика Конечно Не убил Это в киллфиде Отображается И вот только что Лаки Разбился Запускай Так Начекал Он весь раунд Здесь прыгает Минуту прыгал Для того чтобы Зачекать Одну секундочку Манкс Это называется Корми солдата Год Чтобы использовать Один день Вот так же Здесь Долго-долго Бёрфом Скай Прыгал Ради Благой цели Ну что Элион И Форестер Два в пять Хотя бы Один килл Намутить Но кажется И эта Задача Невыполнимая Да Не получается Это сделать 9-1-1 Вот такой Вот счет И у их статик Выработалась Даже неплохая Экономика Посмотрите На их финансы 2 800 3 200 3 900 Все довольно таки Неплохо уже У них А если они возьмут Еще один раунд С минимальными Потерями Они будут себя чувствовать Гиперкомфортно Что ж Энтропик Ответственный момент И они не брали Тайм-аут Видимо Видимо Ху считает Что сейчас Еще более-менее Все в порядке И нет резона Брать паузу Форестера Подсадили Он ищет Какой-нибудь Килл Легкий Легкий Опен для команды Он его не находит Фешер Получает урон Стоял за тентом И ему Наглядно Продемонстрировали Что тент Это не стена Простреливается Как надо Детан скай Прошивает Дымовые завесы Летит хаешка И возможно Она много урона Нанесет Но нет В теории Она Ну казалось Что больше урона Нанесет Но это не так важно Волфи 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 Начинает Свою приемку А тата Говорит На рукав Ко мне Не зайдешь Два кила От него Один Отбер Ская Как же Как же Чувствовал Волфи Этот тайминг Как же он понимал Что его идут Отпикивать И он был готов К этой приемке Ну а дальше Уже Трипл пик Рампы Отличное решение Кстати От экстатик И только одного игрока Получается потеряли Да Всего одна потеря И антропики Еще и не поставили бомбу Ну то есть Они в целом В последних раундах Бомбы почти и не ставят А значит Денег практически Нет Каешка На 100 хп Примерно Тропиком Опять приходится Делать один Экономический Даже 2кбайм Его не назвать Ну просто Диггл раунд На фун На фун Ведет перестрелку Форстер на размене Лаки Падает 4 в 3 Большинство За викингами Ну и этот перевес Они должны Опять таки Довести до конца Бёрфим Скай Видел ножку Открывается Префайером Этот уголочек Минус крад Минус Смоки Никельбека Там еще и Форстер Стоял За спиной Крада Или там За спиной Никельбека Спрятался за ним Но все равно Получал урон 13-9 Вновь есть деньги На Закуп Коллектива Интропик Но опять таки Проиграют Сейчас раунд Будет опять Экономический Если не поставят Бомбу Конечно Вот он Этот момент Пешим Скай Одного забрал Потом Никельбек И все Влетает 9-13 Всего лишь Три раунда Осталось Кстати Для победы Форестер Открытие За цементом Бёрд Делает он Опен Непростая ситуация Была у Форестера Для того Чтобы перестрелять Оппонента И молик под ногами И флешечка Там взрывалась Рядом Все было против него Манкс Урабатывает На базе Б Всех заходящих Игроков Последний Элион И тут уже Форест Задуматься О сейве Нет Никакого Сейва Не будет Никакого Сейва Потому что Волфи прошивает Через дымы Снайпера Кажевской Команды И что-то Тучи Сгущаются Знаете ли Хоть на карте Девертига Всегда ясная Погода Но тучи Надэнтропик Сгущаются И есть ощущение Что мы Сможем перейти Даже на третью карту На ДАС-2 После миража Вот вообще Никто не мог бы В это поверить Все кто говорил Что мы увидим Третью карту Ну скажем так Они Если кто-то Делал это заявление То в чате Обычно Хихикали на это А сейчас Это становится Прям Вполне реальной Альтернативой Ну что Давайте посмотрим Как этот раунд Дэнтропик проведут Потому что у них Есть один калаш Есть пистолеты Если Форесту Форестеру Удастся найти Какие-то киллы Стартовый То может быть Что-нибудь Еще и случится Здесь Приятный Дэнтропик Ну а как обычно Макс Свою хаешку Накидывает В этот раз Конечно не на 100 хп Но тоже неплохо Лаким Интересно Что он отдает Предпочтение Именно ЦЗшки А не так Наверное Манкс Играет За конструкцией Манкс Начинает спамить Очень долго Он спамил По Эллину Его разменяли Тут есть Дафу От его урона Конечно Много игроков Энтропик полегло Но ситуация Это равная Теперь Разменщики Разменщик был равный Лаки С ЦЗшки Находит голову Фешера И кажется Теперь я понимаю Почему он отдает Предпочтение Данному девайсу Именно ЦЗшку Дафмскай Видит ноги Лаки Еще один килл И не хилбэк Добивает последнего И это Это заявка На камбэк Когда команда При счете 14-9 Берет 2 кабай Ну или Хироу бай Дабай От одного калаша То это конечно же Заявка на камбэк Потому что Это сейчас Может серьезно Подбить Мораль Экстатик Ну и это Разумеется Бустит мораль Энтропик Что ж После такого раунда Можно поделить Наших ребят Опять хаешка Залетела Да что же Что такое Элион прошивает Дафу Каким-то Чудесным образом Лаки Добивает Макса Не дал Он ему уйти Лаки Дропай пачку Чтобы с ней Не погибнуть В какой-нибудь Уязвимый Ситуации Фешер Обходит спину А контролят ли спину На таком тайминге нет Пикает молик Волфи Я уже думал Что сейчас Сгорать будет Фешер А вот и его Открытие в спину Делает килл Форестер Также забрал Лаки Падает под натиском Волфи И последний крат Последний остался крат В попытке В попытке Сделать этот клатч Он Все таки погибает 10 15 Экстатиком Нужно взять Всего лишь Один раунд Как минимум Допы Они себе Оформили Они Хорошо Смотрятся За сторону КТ Они за атаку Местами Там Неважно Смотрелись Хотя В целом В целом Хорошо Но вот За сторону КТ Они прям Хороши Техническая пауза Что-то случилось Так Не знаю с чем связано А У кого-то КС Крашнулась Ну видимо Кто-то Будет Сейчас Перезаходить Не совсем Ясно Кто Конкретно Но не думаю Что пауза Продлится Слишком Долго Да Вроде Ее уже отжали Все нормально Крат Пошел на мидл Форестера Запустили Очень далеко Он опять пошел Пайтиться А вот теперь У него Удобная ситуация Помните Как в прошлый раз Был Когда он пикал Из-под молика Из-под флешки Соперника На цементе Но там было тяжело А здесь Прям легкий килл Для него Смотрелся Так и случилось Фешер борется Делает киллы Серия разменов И в большинстве По-прежнему Энтропик Но пачка Выпала Крайне неприятно Волфи То ли видел Элиона То ли мне показалось Из-за этой подсветки Но он знает Да Что именно там Оппонент Форестер Остался на 3 хп Манкс Подрезал Элиона Манкс Один в два Форестер Контролит себе спину Манкс Даже не догадывается Что его контролят Но он успевает Перестрелять Форестера Форестер даже выстрела Не сделал Манкс Один в одного Против крада Возможно Это раунд На целую карту И кстати Манкс Запрыгивает Но нет Крад его уверенно пикает Просто идет Просто на мужика Перестреливает Своего оппонента И Одиннадцатый В активе У атаки Уже имеется Всего 4 раунда И это будут допы Легко сказать Но трудно сделать Так Гарфем Скай Не заметил Что там Был сделан Буст Хотя возможно Это вообще Ванвейчик Форестер Все таки Нашел Энтри Также Элион Подкрепил Подкрепил Это еще одним Киллом Потеря Форестера Не должна Сильно омрачать Энтропик Не все еще В большинстве Спокойно Можно раскрыть Базу Беда Зайти Тут ни одного Опорника Как мы видим Лаки Скушал флешечку Проверили Конструкцию Проверили Проверяет Элион Сити Нет Экстатик Идут На сейв Экстатик Идут на сейв Выбивание 3 в 4 Не представлялось Возможным Половина таймера Бомбы Осталось Что ж Получается Счет становится 12-15 Экстатик Не самые лучшие Финансы остались Есть проблемки И это проблема Не ламбы Или фера Это проблема Вообще Закупаться Или делать эко От трех ганов Наверное Второе Слушайте Потому что Здесь ничего Особо Ты не докупишь Только МПшки Две Например Но опять Таки Это выглядит Весьма Рискованным Решением Именно Поэтому Экстатик Взяли Таймаут Есть что Обсудить Есть поле Для размышлений Нет Смотрите ФАМАЗ Появляется Еще один ФАМАЗ Интересно Но если Кстати Отдают Этот раунд И ничего Не сейвят А потом У них будет Экономический И закупиться Они смогут Только при счете 15-14 А там Кто его знает Может быть Эндропик Доведут И до допов Вы хотите допов? Вы показываете Допов? Или как там А вы продаете допов? Нет Столько показываем Красивые Манкс Манкс Под точкой Под точкой Бен Ждет аркады Но аркады Если возможно Тинтропик То только в направлении Аплантар Элиан Вот свой уже флэш Распикивает Берфан Скай Прыжочком Проверяет Видит сразу Двух игроков Профик под флэшку Берфан Скай Немножко подгорает Но это ничего страшного Минус 21 хп Ни на что не влияет Начинает Эндропик Ломиться На рампы Никельбэк Перестреливает Волфи Волфи не попадает Никельбэк Еще один Еще один Фраг От него Только флэшер Находит Вообще что Ответить На одном хп Выживает Элиан Форестер Несется С другой стороны Рукава Делает свой килл Крат Минусует Дафу Ну и Манкс Один Кажется в поле Не воин На одном хп Выжил Элиан Как он там Вообще С этим справился Ну что ж 15 13 Судя по всему Манкс Интересно Найдут Нет Сейчас найдут Дропнул он Фомас Хотел поднять Эмочку Да-да Говорит Никельбэк Да-да Подберешь Подберешь Ультанул капитан Нашел Два стартовых Минуса И не дал засейвить Последнему игроку Экстатик Что ж Сейчас экономически Как я раньше И говорил С этим раундом Должны Интропик справляться По-любому Ой Пошли Пошли Пошел спецназ Крад Выкидывает молик Все Все горит Сердце плачет Поростер Пришел помогать краду И словил Словил хедшот Ну что Эйс будет Нет Это эйс Эко эйс От крада Вот тебе Награда Быстро Прошел Раунд Забавно Конечно Как форестер Пришел Помогать Тиммейту Говорит Брат Брат Я тебя Сейчас спасу Я тебя спасу Я не позволю Тебя уничтожить Вот он Моментик Крад Красиво Всех уложил Но это был Слишком простой раунд Галаш Против юспов Мы знаем Насколько это Насколько это Легко бывает Давайте Поглядим За самым Ответственным Раундом За самым Важным Раундом За все 30 На карте Девертига Либо это Допы Либо мы Идем с вами На карту Даст 2 Не кто-то идет С высоко Поднятой головой А кто-то С поникшей Пэшер Хае полетело Под буст Кстати А форестер Видит Да Форестер Видит Да Конечно Потеряли ХП от хаешки Но нашли Энтрикил Или он еще Одного забирает Это уже 5 в 3 Ситуация И может быть мы Планомерно Идем на допы Энтропикам Осталось Совсем немного Сделать Собраться И выйти Единым фронтом На какой-то Из плентов Не нужно Ничего Придумывать Нужно Доиграть Этот момент Знаете Как говорят В шахматах Самое сложное Это выиграть Выигранную позицию Ох мы видим угадай-ка у них сломалась лаки устанавливает бомбу гранаты ретейку и кстати практически нет и только две флешки но для ретейка на базе а нужны смоки конечно да пум смоки получает урон опает что подождите 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 есть еще что обсуждать забрали манкса волки последний даже половина таймер бомба не прошла волки дабл пик волки одного забирать волки сейчас может вытащить этот раунд батит форестер форестер выходит на какой тайминг ловит форестер на самом деле кстати сейчас могли выиграть какие тайминги только чуть-чуть буквально буквально на миллиметр мышку вниз подвинул снайпер коллектива экстатик и тут пикает форестер ой-ёй-ёй-ёй-ёй как же как же все на тоненького но везет тому кто везет начинаются допы вы не верили вы не ждали но это начинается прямо здесь и сейчас вы знаете если есть какая-то отличительная черта о снг команд как мне кажется так это умение камбэчить я вот сейчас без шуток энтропики часто камбэчат гамбиты очень часто это делают бывает там счет какой-нибудь 11-4 или там уже 13-5 они оп опыта мэчат виртус про можно тоже к этой когорте отнести я думаю что это наша действительно отличить отличительная черта что ж серия разменов лав произведена форестер уже забрал второго игрока крат минусует манкса волфи волфи идет вперед волфи куда же ты понес это волфи промазал волфи тут слишком сильно уже в себя поверил так сдафу делает килл по эллиану и энтропики понимают что нет смысла бодаться сдал фу на точке а если можно выйти на б и занять плент дофу перестрелка против никельбека но в итоге и и завершает крат в дуэль вмешался третий игрок 16-15 энтропики уже впереди подождите а сколько раундов подряд взяли и пишут что 8 в ряд взяли я вижу в чате сообщение друзья это действительно так получается 8 636 все спасибо спасибо что подсказали ну и получается видимо вот это 7 со счета 15 9 был камбэк все спасибо друзья чатик он вездесущий он знает чатик это мегамозг а это 6 но все отлично все разобрались просто все было настолько динамично что уследить за конкретной серии не удается четыре класса я в.п. мой тропик и читание кирилл и кстати к ответили четырьмя емками и 1 в.п. в два века не не играют так так есть первый фраг от форестера форестер на дупах включился я не знаю как кто он и в основное время божил да я согласен но сейчас уже второй раунд подряд он делает два опункила дафу дафу ловит никель бэком манкс борисом из-за дефолтного ящика его хватило только на один килл а дальше уже начинается заход волки подрезает или она форестер красный на 4 хп он взялся за снайперскую винтовку устанавливает бомбу направляет коктейль молотова надо отойти крат в плаче против дафу и крат отлично а имид по голове прямо по голове и берет один из важнейших раундов уже на допах как же это жестко друзья я не знаю что что вообще кушают на завтрак энтропик что они вот так камбэчат но я хочу то же самое и в двойной порции форестер опять запускают далеко форестер находит и entry форестер пошел дальше волки без прицела его убивать теперь убивает уже с прицелом лаки начинается лютая жесть какая-то под рампой и непонятно в чью пользу это все дело закончится крат ладно мы пришли к равенству крат вместе с командой идет дальше промпе много здесь событий произошло в начале раунда но это не меняет план энтропик кстати кстати пушит базу b вот это момент интересный значит есть стопроцентная информация о том куда идет атака дафу забрал снайпера дальше отдал свою жизнь никельбек сейчас дожидается манкса нервы сдают у манкса он идет идет наверное раньше времени волки производит свое смещение есть флешка сейчас крат будет ждать куда флешка залетит волки стреляет там без потерь проходит в плент а подождите бомбу то не занесли еще волки был забайчен на выстрел а дальше уничтожен восемь раундов подряд от энтропик счет был 10-15 и он становится 18-15 всего лишь один раунд и энтропики будут на коне они пройдут дальше по верхней сеточке и абсолютно заслуженно кстати если еще порох пороховнице возникает вопрос остались ли силы демотивирующая игра конечно для них не знаю как справляться вообще с таким давлением с таким напряжением ну надо что-то делать с этим так дафу скай пошел вперед под слошку дафу открывается и забирает капитана энтропик крат пришел на позицию своего капитана сюда пытается он действовать элиан прошивался макия ровно в этот тайминг открылся берфом sky неудача неудача настиглом снайпером и и видимо этот раунд уйдет датской команде пока что все выглядит именно так ну да теперь уже ситуация 5 в 2 тотальное преимущество кстати к ней просто не имеют права это отдавать стакует базу бэн два оставшихся в живых игроками тропик форестер так полфим обходит одного в спину мажет без прицела за это его наказывают казалось бы казалось бы там уже было легко попасть но нет слишком высоко мышку поднял ничего это случается это происходит с кем не бывает стресс и возраст энтропик прописывает тайм-аут надо брать соперника пока он тепленький прямо здесь и сейчас здесь два раунда преимущества сейчас два эти раунда отдаете и это уже моральный кстати они начинают камбэчить вот это все энтропика мне нужно кстати датчане купили себе два алика условно датчане конечно понимаю что там волфи швед у него двойное гражданство он швед и так второй гражданство у него а сша да и фешер голландец но все остальные это датчане и так хоростер идет на рукав на позицию где можно навести так сказать шороху лаки как обычно под базы б они кильбэк на центре карты хоростер хоростер под гарденом и вон пытаются отзонить там молеками пугает снайперский девайс конечно же который беспощадно стреляет на центре смотрите как в кратчевые ответственно подходят и кстати к этим раундам у энтропик не осталось раскида нет молика нет смоков только три флешки и хае оу вы видели просто сдуло сдуло лаки это что такое но было красиво было красиво так же как какое-нибудь синхронное плавание так же это было все исполнено качественно и от этого мы получаем сами эстетическое удовольствие конечно фешер ловит крадом биржамская устанавливает бомбу форестер форестер пытается еще изменить ход этого раунда он нашел уже три килла там еще в живых два оппонента форестер идет дальше а там волфи его контролирует чекает его в зум 18-17 кстати возможно сведут все ко вторым допам раунды за кт не берутся ох уж эта карта до вертига да можем с вами обсудить кстати почему эта карта плохая для соревновательного режима ну наверное делать этого не будем волфи не попадает по своему оппоненту немножко так плечиком забайтили так 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 шанс попасть по оппоненту это по моему эллион за балки стоит эллион есть килл волфи на размене прошивают эллиона да шансов спастись у эллиона было очень мало крайне малые были его шансы 3 в 4 ну что неужели ни одного раунда за кт команды не возьмут из 6 ни одна ни вторая верфин скай уже вышибает форестер чуть меньше минуты времени осталось никельбек обходит спину никельбека никто не контролирует если никельбеку удастся найти какой-нибудь килл то и два из отсутствия контроля что-нибудь да получится никельбек слышит никельбек одного забрал но волфи тут же на размене эх немного ему не хватило волфи еще один враг это 18 18 друзья ну что вторые допы а вы думали все так легко нет конечно нет конечно это ж карта до вертига это же матчап энтропик против экстатик тут ничего не просто ничего не легко тут все сложно максимально сложно ну что давайте смотреть вжимаемся в кресло поплотнее и следим за продолжением этой карты вылетает форестер уже находит энтрикил вот мне интересно было бы посмотреть на статистику сколько форестер нашел энтрикилов кажется у него опенов уже где-то 8 ну и эллион по этому показателю тоже хорош раунд только начался уже кстати потеряли своих бойцов они 2 в 5 выдохнули выдохнули экстатик и на следующий раунд вообще этого кила не сделали просто ну мы довели до допов все один раунд отдыхаем лаким под базу бен кстати это первый раунд за кт который выигран на допах кстати к нему отнеслись очень легко крат прошивает дымы как может спамит в них максимально долго эллион ждет открытие на центре там действует один люркер но дафу будет скорее всего играть вторым номером как обычно да команда будет действовать от большинства пока не понятно куда их сатик пойдут у нее двое под рампой а двое под рампой на б такс открылся крат волфи имел возможность его конечно перестрелять но шот был не из простых пять игроков атаки идут на рампу на а не на контакт решили действовать просто на контакт ползут змейкой вершам скай все пошел крады перестреливает дальше включается форестер его тоже кладут на лопатки занимается аплэнд энтропик идут на выбивание в спину заходит никельбек он успел успел подловить волфи это уже 3 в 3 момент играбельный а тут еще и эллион делает килл и лаки минус фэшер минус дафы буквально в секунду разваливается оборона экстатик так они обороняли эту пачку примерно 4 секунды после после 4 секунд не было в живых уже никого и это 2018 только что не могли взять ни одного раунда за кт команды и тут уже энтропики берут 2 подряд будет забавно конечно если энтропик возьмут сейчас 3 потом поменяем со странами и экстатик возьмут 3 подряд и это будет очень конечно очень интересно так эллион доджет всех каешки есть энтрекилл первый второй всех забирают еще несите третий будет но третьего там нет крат под рампой и ой-ой-ой-ой-ой как пульто свистят крат заметил оппонента скрылся за стенкой за стенка этого высокого ящика кстати конечно ужасном положении но потихоньку они из него выпутываются они исправляются уже 33 или ангарид у него 20 кп или он сместился прямо на максимально стрелковую позицию один промах и ты погиб уйти отсюда не удастся ну теперь он сместился так как молек догорел есть еще один молотов у фэшера а белину надо смещаться уже больно мало хп-шек флешка форестера был точнее флешка под форестер был пропик никого не увидел форестер говорит я не знаю никого нет непонятно что происходит а времени все меньше и меньше 20 секунд почти осталось вот уже 20 на таймере смещается форестер сказали или он братишка мы в тебя верим и не зря он уже четвертого забирает отдать ему из дать ему из я не знаю еще какую-нибудь награду может быть оскар все что угодно друзья разваливает эллин просто уничтожает это второй эйс но если первый эйс был на анти-эко там крат разваливал юспики то здесь на допах эллин cvp уносит всю команду и он уже был на лоу хп у него 14 хп-шек насколько я помню было да вот 14 хп и ему неважно ну красавец красавец эллин прошел он непростую школу дани зевса это была школа жизни ладно все разумеется шут и вот теперь разваливает всех кого видят на своем пути так манкс находит entry 1 раунд остался один раунд энтропиком из трех так уже было конечно такая ситуация уже было интересно справили они в этом вверхом sky перестрелочку проиграл теперь в эпизод включается фешер четыре на четыре в живой стиле полное равенство хп конечно просили не просили энтропик но жить можно крат распикивает тут под дым ктшников никельбэк так волфи волфи фулл блайнди его заметили вас заметили не хватало вот этой плашечки как из скайрима ну что занимается . и у энтропиков сейчас просто все козыри на руках у них еще один обходящий в спину есть никельбэк эллиан в упоре кратлую первого второго последний манкс да конечно он делает первый килл второй но отвечает по нему эллиан и все-таки это 20 друзья нам показывают наших героев player com спасибо большое за это за то что у нас есть возможность посмотреть на этих героев он интересно сколько соберет просмотров стул замечательно замечательно отыграли наши парни им огромный респект конечно же за это возвращение в рамках карты д мираж воды вертига это было действительно это был хороший полноценный камбэк со счета 1510 в какой-то момент на трансляции уже никто не верил в них ну реально но кто мог поверить то что они вернутся там уже все писали ну все понятно они проиграли сейчас надо есть еще а там вроде бы кстати даст неплохой уже начали потихоньку даже капать на мозги коллектива энтропик но как мы видим ребята были очень хороши сразу конечно не закрыли но со второй попытки они справились итак у нас сейчас будет небольшая пауза между соответственно играми да там полчаса примерно потому что следующее так следующий игра у нас в 5 поймас к будут играть к 23 против астралис и матч-ап очень интересный потому что ну к 23 это по сути молодой состав да они играют уже давненько уже примерно полгода вместе но в любом случае это состав молодой еще не такой знаете опытный как те же астралис астралис это гранды мы их все прекрасно знаем все их знаем их по именам по никнеймам так что к 23 предстоит действительно тяжелое сражение но я вам скажу так астралис они после новогоднего отпуска не факт что они себя сейчас хорошо чувствует непонятно когда они собрались как они себя ощущают а вот к 23 завершение прошлого сезона провели очень хорошо они взяли 9 матчей подряд да там конечно были не самые сильные соперники но согласитесь этот винстрик о чем-то договорит но во всяком случае он внушает хоть какое-то доверие коллективу к 23 так у нас там на английской трансляции хотят сделать интервьюшку с крадом нас к сожалению нет возможности выйти в прямой эфир и поговорить с игроками коллектива энтропик это было бы конечно замечательно вообще если бы мы сейчас поговорили с хучом и не знаю пообщались бы может быть с элионом это было бы вообще это было бы пушка просто но пока давайте посмотрим реплеечки я я я я я я я и да Продолжение следует... ...with the rest of Entropic, of course, and grad, just wanted to ask you, what's the deal with Entropic right now? Are you guys in a bootcamp? Are you guys going to be heading one soon? Hello? Yes, hello, can you hear me? Так, друзья, у нас тут общение, соответственно, с крадом. Давайте послушаем, что же они говорят. Так, после перерыва на bootcamp нужно было бустить свой индивидуальный скилл, говорит крад. Поэтому мы здесь, поэтому мы на bootcamp. Я был полночен, потому что мы играли много мапов в этом году. Я был дома с моими родителями, с моими друзьями. И это был мой рейк. Но... Да. Окей, я скажу, что это был очень долго для вас, в том числе ваших путешествий. Но как выглядит 2022? Потому что вы, естественно, получили очень успешное 2021. В том числе, я бы сказал, что вы почти вышли в топ-8. Я думаю, это было 9-11. Но, теперь, в этом году, какие объекты твои команды, по-другому? Я думаю, что наш goal... ...это тренироваться более хорошим качеством. Не много матчей. Мы требуем... ...производительного тренировка, я не знаю. Как консистенность. Нет, консистенции. И мы должны... ...прочем сделать это с... ... Я не могу. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Thanks for coming on. The terrorists win. The terrorists win. The terrorists win. The terrorists win. Продолжение следует...